МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Алматы. Дневной выпуск новостей в студии Дина Жанобекова. Смотрите сегодня выпуски. Общественные работы за покушение на жизнь беременной ребенка. В октябре вынесли приговор экс-директору школы. Подробности в выпуске. Открыли огонь, чтобы предотвратить массовую драку. Что заставило полицейских пойти на крайние меры? Изъяли свыше 70 тонн прекурсоров. Видео задержания очередной транснациональной преступной группы. Смотрите через несколько минут. Начинаем выпуск. В Шахтинске полицейские завели уголовное дело по факту массовой драки. Ранее правоохранителям пришлось открыть огонь в воздух, чтобы предотвратить потасовку. Как сообщили в областном департаменте полиции 22 марта возле ночного заведения, компания молодых людей решила выяснить отношения. В результате на место пришлось вызывать сразу несколько нарядов полиции, дежуривших неподалеку. С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий, один из сотрудников полиции сделал предупредительным выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство, проводится расследование. Двухлетняя девочка едва не погибла, упав в колодец сели Жайсана Ктюбинской области. Малышку вовремя вытащил друг ее отца. Он смог вызволить ребенка до приезда спасателей. По словам мужчины, вокруг закрытого колодца под землей произошел обвал. Однако ему удалось руками разгрызти землю и достать девочку. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Ее осмотрели врачи. Супруга сказала, что моя дочь провалилась в колодец. Я приехал на место, то есть домой к себе. Обнаружил, что дочь у меня шла под землю, произошел обвал. Я позвонил другу своему. Друг приехал. Мы здесь с ним решили, что он самый маленький, потоньше, он пролезет. Мы обвязали его ноги арканом, опустили его вниз. На глубину по 4 метров, где среди корней, моя дочь застряла. Он ее оттуда вытащил. Когда торчала только голова, остальное все было закопано. В октябре вынесли приговор. По делу экс-директора школы из села Жанаконес, 37-летнего мужчину обвиняли в нападении и попытке убийства беременной жены. Ранее, во время семейной ссоры, он порезал супругу и малолетнюю падчерицу, но вину отрицал. В должности главы образовательного учреждения осужденный пробыл всего полгода. До этого он трудился в райотделе образования методистом. Сразу после ЧП его уволили и приговорили к 120 часам общественных работ. Но наказание отменили в счет пяти месяцев, проведенных в СИЗО и освободили прямо в зале суда. Теперь он должен выплатить пострадавшей стороне по миллиону тенге за моральный вред. Подсудимый нанес ранения, не представляющие угрозу для жизни части тела. В плечо, в районе уха дочери это видно. Если бы действия были бы направлены на лишение их жизни, он бы ножом нанес раны в жизненно важные органы. У него была полная возможность сделать это. Деятельность транснациональной преступной группы пресекли в Казахстане. По данным МВД, изъято свыше 70 тонн прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков. В ведомстве заявили, что подозреваемые планировали изготовить 8 миллионов разовых доз. Ранее за пределами страны полицейские задержали трех иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров. Позже стражи порядка арестовали и других фигурантов дела. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин республики Казахстан. У которых изъяты в мифе дрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм. Бухгалтеры фалматинского филиала Казахстан-Темржоулэ подозревают в крупном хищении. По версии следствия, в течение четырех лет излишние начисления они переводили на карточки доверенных лиц, которые одналичивали бюджетные деньги и передавали их злоумышленнику. Махинации стали возможными из-за отсутствия интеграции между программой для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия. Бухгалтеры имели возможность вписывать нужные цифры при указании сумм по оплате работникам. По информации транспортной прокуратуры, уголовное дело по этому факту передано в суд. За совершение аналогичного преступления на этом же предприятии в январе этого года осудили ведущего бухгалтера, похитившего 80 миллионов тенге. Продолжаем выпуск. Кузымнан Хараса, Айтым Салем Халам Хас и еще десятки произведений величайших казахских композиторов прозвучали в Алматы по случаю науру Змирамы. Благотворительный концерт солистов Национального академического театра имени Абая организовали для одаренных детей. В зале собралось более 500 ребят со всех районов города. Это победители и призеры международных, республиканских и городских интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Мы хотим, чтобы у детей остались очень положительные впечатления. И все-таки культура – это одна из главных частей образования для ребенка в рамках воспитания. Мы сегодня проводим такой концерт при поддержке Акимата города Алматы. И мы надеемся, что после окончания концерта у детей останутся приятными воспоминаниями и добрые, положительные эмоции. Мероприятие проходит на высшем уровне. Большое спасибо, что предоставили нам такую возможность побывать на концерте. Здесь звучат поистине великие произведения, всеми известные казахские народные песни. Настроение прекрасное. Всех с праздником! В Алматы состоялся пресс-показ художественного фильма «Ахбоз-И». Его сюжет основан на реальных событиях – голодоморе, пережитом казахским народом на взлете советской эпохи. В киноленте, снятой по роману известного писателя Смагула Юлюбая, показана трагическая правда и тяготы одной семьи, живущей в ауле на западе Казахстана. Кинопроизведение длится полтора часа и выйдет в широкий формат 20-30 марта. Фильм был посвящен голодомору, который казахский народ пережил на заре советской власти. Он отражает характерную часть той эпохи. Проект был поддержан президентом страны. Сам роман и кинопроизведение – память о тех, кто, увы, был предан забвению многие десятилетия. Фильм в основном снимался в поселке Уштаган, Магисталовской области. В массовке участвовало практически все население аула. Фильм о непростом периоде кочевого народа. Мы год его заявляли на различные кинофестивали, получили приз в Турции. И вот теперь хотим представить на суд казахстанского телезрителя. Спортивные новости. Две путевки в финал завоевали казахстанские боксерши на проходящем в Индии чемпионате мира. На счету наших спортсменок как минимум шесть медалей, четыре из которых бронзовые. О том, кому из наших соотечественниц удалось добраться от выхода в финальную стадию мирового первенства, расскажет Диас Махамбетов. Первой пробиться в финал турнира удалось Карине Ибрагимовой. Казахстанка, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, в полуфинале одолела титулованную соперницу из Тайпея, Линь Юйтин. Этот бой оказался реваншем за поражение Ибрагимовой Юйтин в полуфинале прошлогоднего первенства. Это мой четвертый бой. Соперница была сильной, теперь уже экс-чемпионка мира. Хочу поздравить всех казахстанцев со священным месяцем Рамазан. В финале буду боксировать с еще одной фавориткой Ирмой Тестой из Италии. Во втором полуфинальном сражении казахстанская тяжеловеская Лязат Кунгейбаева подтвердила свой класс, победив азербайджанку Айнур Эрзаеву. Наша соотечественница вновь попытается взавоевать золотую медаль чемпионата мира. Последний раз ей это удалось сделать в 2016 году. Увы, пробиться в финал не удалось Алуе Балкибековой, Валентине Хальзовой, Фариде Шолтай и Надежде Рябец. На счету девушек уже имеются бронзовые медали Мундиаля. Спасибо большое болельщикам. Простите, что не оправдала чьи-то надежды. Да я и свои не оправдала надежды. Сама для себя. Я считаю, что бронза, ну для меня, честно сказать, это не медаль, потому что я была наценена только на золото. Будет есть над чем работать, дальше будет лучше. Дальше у нас будет завоевание олимпийской лицензии. Финальные поединки состоятся 25 и 26 марта. Победители турнира получат по 100 тысяч долларов США. Обладатели серебряных и бронзовых медалей по 50 и 25 тысяч долларов. Соответственно, Диас Махамбетов, телеканал Алматы. С вами не прощаюсь. Встретимся в вечернем выпуске новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин